Завтра у Гомеле у 20-й раз отзнашать День Воротовальника. С этой нагоды на озерах по улице Бородина пройдут показальные выступления подразделению МНС. Будут организованы разностайные конкурсы и выступления творческих коллективов. Разом с тем, подрыхтолка до свято не унесла значных коррективов у работу воротовальников, которые выезжают на место надзвычайных сдарений и проводят в учении. Гомель, улица Макайонка, 35. Это адрес добровядомый гомельским воротовальникам. 18-й поверховый жилый дом не одной же становился местом проведения учений. На этот раз на умовный пожар приезжают несколько спецмашин. Для того, как трапить у зачиненный подъезд, необходимы секунды. В различные хвилины воротовальники уже на сёмом поверхе, где, по легенде, отбылось у сгорания. В уральных умовах я не будусь працевать в масках, але подчас этих учений их вырошили не выкорыстовывать. Еще одно одразнение от справдного пожара – нема необходимости эвакуировать великую колькать грамадян. Хоть каждый воротовальник ведает, как это сделать наибольшь эффективно. При возникновении пожара люди ведут себя по-разному, но мы готовы к их реакции. Используем свои знания, умения и навыки для безопасной эвакуации людей. Сегодня в Гомеле 150 будинков повышенной поверхности. Воротовальников я не в зоне особливой уваги. Проводзись работы на их куда больше складана. Причем часто проблемы створяют сами же хоры. Будь на габаритная пожарная техника подъехать до места у сгорания может не зауседы. Уся дворовая территория, занятая приватными автомобилями. Одна из основных проблем при ликвидации пожара здания повышенной этажности и многоквартирных жилых домов – это загруженность придомовых территорий личным транспортом. И если у наших коллег из МВД «Горгазовскорая» эта проблема не так остро стоит, потому что у них, как правило, шасси их служебных машин на легковых шасси, то у нас вы видите, что у нас грузовые машины тяжелого класса. Поэтому для нас это вопрос особенно острый и болезненный. Ну, как реагируем? Во-первых, проводим какие-то дополнительные занятия с нашим водительским составом. И несмотря ни на что, бывают такие ситуации, когда нашим работникам приходится останавливаться за 100 метров, за 150, брать все пожарно-техническое вооружение и бежать к тому или иному подъезду, чтобы спасать людей, ликвидировать чрезвычайные ситуации. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим гражданам. Но, когда вы ставите свои личные автомобили у себя под подъездом, пожалуйста, учитывайте, что кому-то может быть плохо, у кого-то может сгореть квартира, и это может случиться абсолютно у каждого. Учения завершаются подведением выников. За увагу до деяния выратовальников нема. Правда, агульное построение протягивается недолго. Поступило поведомление об реальной и надзвычайной ситуации. Олег Сентюров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, Телерадоя компания «Гомель».